Пасочки, пасхальные куличи, крашенки. Грех ли это? Это больше традиция нашего народа. Это символы, которые напоминают нам о воскресении, о смерти и воскресении Иисуса Христа. В Библии не написано никакой заповеди о том, что нужно делать, что петь, что готовить на Пасху. Но зато в Библии есть повеление для взрослых. Не скроем от детей наших силу Господа и Его чудеса, которые Он сотворил. Поэтому в этом контексте мы можем, имея на столе Пасхи и яйца, мы можем рассказать о воскресении Иисуса Христа. И что это для нас значит. Мне очень нравится, что в еврейском народе каждый год на Пасху у них на столе есть определенные блюда, которые напоминают об освобождении от египетского рабства. И каждый раз родители рассказывают, как это происходило. Поэтому было бы очень здорово, если бы мы вместе с нашими детьми, раскрашивая яйца в красный цвет, мы говорили о том, что Господь дарует нам вечную жизнь. Яйцо как символ жизни. Красный цвет как посредством смерти и воскресения, пролития крови Иисуса Христа, мы это можем иметь. Пасхальный хлеб – это тоже как возрожденная новая жизнь, без греха и без болезней. Ведь на кресте Господь понес наши немощи и болезни, и об этом тоже поговорить. И когда мы каждый год с детьми за столом будем об этом говорить, это будет укреплять и нашу веру, и их веру, и открывать наши сердца к новым чудесам в наших жизнях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!